Ну ладно, значит, мысль сознает себя мыслью. И с тедьмой же мы получаем устойчивое целое, состоящее из одинаковых частей. И здесь мы переходим к определению определения. Определение определения заключается в том, что мы определяем целое, удерживая это определение целого, то комплектизируем это определение целого, вот отделение частей. Поскольку мысль сознает себя мыслью, она является устойчивой. А поскольку мысль определяет мысль чувства, то она является действием. Мысль удерживает себя как мысль и удерживает себя мыслью чувства. И, как вы говорили, первая форма целого, которая у этого получается, она такова. И мысль переходит к перебиранным частям, вправо-залево и лево-залево-направо. В этом перебирании мысль уже не сознает себя мыслью, а сознает себя самочувствием. В этом перебирании мысль доказывает, что часть права. Саме действие перехода мысль доказывает, что часть права. Что мы имеем здесь? Мы имеем здесь удержание целого как целого. Оно происходит тем способом, что мы, переходя от одной части к другой части, в то же время сохраняем переход от нечто к нечто. Удержание есть переход от нечто к нечто, которое дает нам не не нечто, а дает два разных нечто. Переход от одного нечто к другому месте, в то же время сохраняется переход от нечто к нечто. Происходит удержание целого как целого и компетентизация этого определения, определение частиц. Удерживается тем способом, что переход от одного нечто к другому нечто, тоже в другой стороне является исходным переходом от нечто к нечто от нечто. Таким образом достигается конкретизация. Определение целого конкретизируется в определении частиц. Определение нечто к нечто к нечто к нечто к другому нечто. Переходы приступ нечто к нечто к нечто к другому нечто. Конкретизация происходит, но компетентизация не осознается. Почему компетентизация не осознается? Она не осознается по той причине, что в этих переходах мысль уже не удерживает себя по тому же. Она удерживает только мышление целого. Или мышление перехода от нечто к нечто к нечто. А в мышлении перехода от одной части к другой части, от одного нечто к другому нечто, мысль себя уже как мысль не осознает, разознает только чувство. Разное, чувство заданное, нечто. Таким образом, конкретизация, это первое целое, как мы называли, конкретизация происходит, совершается, но как конкретизация не осознается. Различает мысль или различает чувство? Различает кто мысль или чувство различает? Различает мысль. Но она здесь мысль, чувство, но не себя. Так она дает различия или уже различает различия, которые есть в чувствах? То есть она формообразует различия? Или только как бы их констатирует, уже она ли чувствующая? Думаю, образуют. Потому что у нас средства от умножения, у нас одновременно в данных одинаковые элементы. Только переходы за друг в другом делает их разными. Это лучшее соображение. Это лучшее соображение. Ставьте себе первоначально замыкновение. У нас средства от умножения мы имеем, в понятных ситуациях, одновременно в данных части, одинаковых. И вот за все это мы переходим к новому определению. Мысль сознает себя как мысль. И мы переходим от просто определения к ситуации определения определения. Мы определяем целое или нечто. И сохраняя это определение. Движение. 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 Этим движением только и оказывается. Но если они удерживали в нечто и целое, то они разные. Пределы. Движение. С другой стороны. Если мы целые удерживаемся и переходы в нечто и не удерживаемся, то мы имеем различие. Отличия призыва. Это позволяяне отходить по второму целому. По второму целому. По второму целому. Вдет. Разные части существуют одновременно и стоят рядом. Задумался, получается, что рядом и одновременно это одно оттолик. А вот руки нет, здесь мы тоже предполагаем, что они нереальны. Хотя здесь они нереальны, не в большом случае. Хотя какое-то предположение, что они нереальны, тут же присутствуют. Но исключительно, явно выраженные, реальны одновременно получаются одновременно. Теперь мы имеем движение от двухчастного целого, трехчастного целого, четырехчастного целого. Переход от ничто к ничто, переход от ничто к ничто, конкретизируется в отношении двух равных ничто. И эти два равных ничто с другой стороны Отношение двух равных ничто с другой стороны является исходным отношением ничто к ничто. Соответственно, отношение трех равных ничто дает нам два отношения ничто и ничто. Четыре разных ничто дает нам три отношения. Ничто ничто, 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 ничто ничто. Если мы рассмотрим вот эти вот движения от ничто к ничто, которые все время проводят все эти двухчастные целые. Двухчастные целые это одно, ничто нечто, трехчастные целые это два, ничто нечто и так далее. Если мы рассмотрим это движение со стороны удержания отношения ничто и ничто, то мы опять же увидим, что ничто-нечто это одно и то же. Как мы говорили, три одинаковых элемента это один элемент. Поэтому вот эта сторона, которая удерживает отношения ничто и ничто, от двух сторон и это разнообразие центра, трехчастных целых, трехчастных целых. Частей уже нет, перехода от целого к частям уже нет. И ко всей части же они одной природы. Только цвета, они только звуки. Они одной природы, поэтому они считают ряд? Нет, просто с точки зрения определения, что они от ничто к нечто, это не важно, их природа вроде не важна. Как в звуке от ничто к нечто, так и в цвете от ничто к нечто. Почему как бы мы в конце концов не получим целое из частей разной природы? Потому что исходом является переход от ничто к нечто, который в каждом из данных переходов сохраняется. Целое сохраняется путем движения, ну, перехода от ничто к нечто, в каждое движение, от двухчастных, от трехчастных, он удерживается. И этим обеспечивается то, что это один звуки или один целитап. Значит, должен быть еще этап, когда мы перейдем от одной природы к другой природе. Вы сразу перешли от целого к целому, а на самом деле еще как бы кроме вот частей одной природы, есть часть и другой природы. Ну, пока что мы этого не знаем. Нам просто удается таким механизмом, а именно удержание отношений мечт к нечто, при движении, а на другом другом, третьем мечте, удается выстрелить в один ряд. Если бы не было этой природы, если бы он не удерживался в дальнейшем движении, то и рядом у нас не получилось. Просто не получилось. Вот еще это будет получиться, потому что звук не поставишь прямо на свету. Это на самом деле не получилось. Только трагируемые ситуации, но я не знаю, отношений мечтуют. Ну, звук и как бы и цвет, они же и то и другое, а переход от ничто к нечто. И в этом смысле это не одинаково. Природа же здесь не важна, как при переходе. И в смысле этого определения, любой переход от ничто к нечто есть часть. Любой, не важна природа. Как у нас часть определяется? Определяется ли часть, что частей всегда много? Или часть определяется тем способом, что она есть некий переход от ничто к нечто? Ну да, часть с одной стороны это отношение к другой части. Повторяю, я хочу сказать. Ну да, с одной стороны часть это отношение к другой части, а с другой стороны отношение к нечто и нечто. Но мы в основном кладем все-таки вот переход от ничто в нечто и непонятно, можем ли мы, потом это только ничто и нечто, можем ли мы соскочить темнота, свет, еще на звук. И то и другое определение переход от ничто, не заметив этого. Да, именно так, не заметив и все. Потому что это же дополнительный контроль, да? Почему переход одной природы? Это надо специально контролировать. Просто некие переходы их, да, различия. Мы соскакиваем от одного перехода к другому. Мы не знаем на самом деле, что апрел одной, а не природы. Нет. Мы только знаем, что они переходы. Потому что они контрастные. Форма задают переходы. Форма различает, что они, эти переходы есть. Я считаю, думал, что там просто не удается. Не, если мы говорим об отношении частей, то тогда да. Если очень важно отношение частей, то тогда они одной природы только. Потому что соотносятся как бы сущие и одной природой. Но если нам соотношение с друг другом частей не существенное, а существенный только переход, то тогда не важно, переход какой природы. Тут надо просто определиться, что такое часть. Часть – это всегда часть отношения к другим частям. И тогда нам важно, чтобы был спектр одной природы. Или часть – это просто некий переход от ничто к нечто, то есть некий контраст. И тогда не важно, какой он природный переход и все. Потому что там звуки, там цвета, там, это вообще не важно. Интенсивности, отрезки и прочее. Интенсивности, отрезки и прочее. Нет, ну, вообще-то, или нам, то и другое было. Переход часть к части – это с одной стороны перехода от одного ничто к другому ничто, а по другой стороне это повторение перехода от ничто к ничто. От точнее, это вообще не становится отношения двух разных ничто, а другой – это отношения ничто и ничто. Поэтому у нас это не получится построить звуков и цветов. Но мы правы по телу, к полу-калорического основания. Почему это, собственно, не заключается? По факту это не получится. Это получится, если это сделать. Раз мы ставим рядом, то никак звук не может оказаться рядом светом. Но и, думаю, мы правы, что из самой схемы логической не видим, потому что с них что-то нельзя делать. Только практически нельзя делать. Я не говорил этого раньше, а не подавался. Просто все, что мы делаем, это ставим рядом. И все, я больше ничего не делал. Нам удается поставить рядом. Я сейчас говорил, почему-то думал, что гарантия гарантия является именно в удержание, совершение и удержание перехода от ничто к ничто. Но теперь я буду говорить, что это не какая-то гарантия, потому что в темнота света тишина звука тоже одно и то же ничто не считает. Ну ладно, у меня потапон, я не вижу какую-то, 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 какую-то. Можно подумать, может, все-таки отношение двух нечто и удержание отношения ничто и нечто является совместным гарантом того, что перед нами однородно. То есть на самом деле не одно действие, а два. То есть мы должны соотносить две сущности и как бы и понимать, что это есть ничто иное, как с другой стороны переход от ничто к ничто. Ну как-то так. Ну что, если мы ограничимся просто разными частями, то тоже не будем говорить, мы просто разными, так они... Почему тогда не... По самому слову, просто ничто нам гарантируют, что можно переходить от чего угодно к любой сущности. Как бы от ничто, ничто же это есть ничто. Оно... К любой природе оно одно и то же ничто. Ничто-то у нас одно. Ну так, представляю, это соответствий на работе. Есть переход от точки к протяженности. Переход не до этого протяженности, а это отношение двух протяженностей. О которых мы сейчас не знаем, что не протяженности. Мы знаем только, что они разные. Но, зная только то, что они разные, никак можно поставить что-нибудь в правом протяженности. Потому что исходным являются именно точка и протяженность. Ничто и нечто. Мы еще не знаем, что это точка. Мы знаем только, что это ничто, а это нечто. Но не можем ничего поставить, кроме отличности. Если меня ограничено, потому что помню, что мы этим рассуждением договорились. Вполне. Просто при этом условии, мы его не сознаем, но при этом условии у меня получалось так. Практически можно поставить только отрезки. Не зная об этом. Не зная почему кто-то так делает, отрезки до отрезки. Мы не знаем все до отрезки. И тогда все дневнические разрешения еще есть. Может быть действительно, на же время двух условий. Приход от точной протяженности. И в случае этой протяженности дает нам это логическое значение. Может быть еще следующий вопрос. Вот нельзя отставить в сторону. Не то что странно. Не так получается, надо сказать, что отношение частей в случае второго целого, когда часть уже вполне предоположена в качестве части целого. Так вот, отношение частей целого, получается, есть отношение разных целых. То есть что значит перейти от второй части к третьей? Это значит помыслить следующее. Целое, которое без тела состоит. Но это довольно странный результат. Получается, что сами части не относятся. Относятся только целые друг к другу. Но отношения частей нет. Ну, а потом... Да, так, так, так. Примерно, если только получается, что-то так. Относят, так, так, так. Ну, вот-вот-вот, да. То есть, несмотря на то, что... То есть странность на мозг это в чем? Что, несмотря на то, что у целого, этого части наконец-то, стабилизировались и рядоположенные, но они между собой не соотносятся, а соотносятся между собой только целые, в которых эти части присутствуют. Можно еще задать вопрос по поводу диалектики. На самом деле каждая часть стола представляет собой некое целое. И оно тоже распадается на части? Или такой нету? Мы с вами говорили и не пришли к решению. Я с тех пор, после нашего разговора, начал с двух частных целых, чтобы снять тему одно частного целого, что мы как-то не решили бывать одно частного целого или нет. Мы решили, что целое поскольку это то, что еще есть те, и в этой идеологической нуреи. Я с тех пор возвращался к этому. А части, мне кажется, двух частных целых, они не разные, но разные в пределах одного. Если они показались, то мы и пришли. Двух частных целых – это отношения двух частей, трех частных целых – это отношения трех разных частей. Частей, которые представляют только то, что они разные. То есть есть отношения частей, но расследованы от первого целого. Мы выяснили, что в первом целом мы выяснили, что целое состоит из разных частей. И, поскольку они разные, мы смогли их расположить рядом. Так что двух частных целых – это двух разных частей, трех частных целых – трех разных частей. Нет движения от части части. Но если мы поставили части рядом, то это все равно куда-то откладывается. А не рядом, кстати. В данный момент мы видим. Так может быть, все-таки это пространство? Это и есть отношения новые. Они существуют одно время. Раньше такого отношения не было. Ну, тут ведь просто теряется и их определение разности. То есть, если раньше еще понятно, как удерживалась разность этих частей, то сейчас, когда они стабилизировались, этой разницы уже просто нет. Они рядом положены, они разные, но в чем их различность-то? Мы еще не знаем. Ни в чем. Если бы они не были разные, они могли бы не подогреть ряд. Они бы схлопнулись. А в чем различность, я не знаю. Узнаем того, что они разные. И как мы здесь удерживаемся эти стани, которые нам запишем вообще? Ну, смотрите. Отношения в мягчайном целом дает нам. А, по-другому отношения. Вообще, понимаете, сама ситуация мне как помогает, вот смотрите, отношение ни в что и нечто не дает нечто, а дает отношение двух равных нечто. Это отношение двух равных нечто, с другой стороны, является повторением отношения ничто и нечто, которое конкретизируется уже с помощью трех частных целых. Но снова не должно дать нам нечто, а должно отношение двух нечто, которое опять другой стороной является отношение ничто и нечто, которое требует конкретизации в отношении многих двух равных нечто. То есть, здесь сама ситуация не предполагает стояния, без стояния. Человек конкретизации. Но кроме этого соображения, есть еще следующее соображение. Трех частное целое включает в себя два отношения. Ничто – нечто, ничто – нечто. А если они одинаковые совершенно отношения, то они, как и положено быть, свободны. Поэтому эта сторона любого целого, трех частного целого, сторона повторения, она тихотеет склопыванием. И поэтому, чтобы не склопываться, он должен снова двигаться четырех частного целого. То есть, если мы попытаемся срезать это стабильное целое, то оно у нас склопнется. Склопнется. Понятно. Поэтому мы его удерживаем тем способом, что переходим к дальнейшему, более объемлющему. Да. Здесь была конкретизация. Мы определение целого, конкретизировали, вот мы завели, частые. Но конкретизация не осознавала. Здесь… А давайте как бы уточним, что такое конкретизация. А то это как бы просто у нас проходит пока только слово. Что значит конкретизация? Вот есть две одинаковые части. Что значит конкретизация? В чем состоит сам механизм конкретизации? Ну, я только о нем говорил. Не, но вы говорите, что теперь у вас и там переход, и здесь переход. Переход тогда не является, собственно, конкретизацией. То есть, переход там, переход здесь, ничего не меняет. Хорошо. А в целом, тогда опять конкретизация нужна, раз переход это требуется? Здесь уже не переход, здесь уже отношения. Переход от двух к трех к трех. Вот. Одновременно, да? То есть, все-таки созерцает. Все-таки нам надо как-то смириться с тем, что здесь созерцание. То есть, нечто созерцается одновременно, рядом и прочее. Нет. Значит, эти цели значаются более объемному, больше частному переходу. Потому что переход, сохраняющий переход от ничто к нечто, ничто к нечто, ничто к нечто к нечто, который является стороной разнообразной. Все усиливающей разнообразной. Вот, со временем, плохо ситуация. Если мы остановимся, то там в столбе. Одинаково, ничто к нечто, ничто к нечто. Так там тоже переход. Там наверху тоже переход, и здесь переход. В чем разница? Вот мы раньше установили... Откуда, куда? Вот наверху, наверху, где мы конкретизируем, мы говорим о переходе. Отчасти в честь? Да. А внизу теперь почему-то, хотя говорим об отношении, опять уже переход. Если есть отношение, то он к переходу не требует. Отношение есть отношение двух, где каждое дано. Так не может быть, что отношение между тем, что еще возникнет, и тем, что исчезает. Отношения всегда уже два данных. Они всегда два данных. Мы переходим на двух частях, на двух частях. Это переход от двух, трех частях снова переход. Это переход от отношения двух одновременных частей к отношению трех одновременных частей. Переход на другом уровне. Не, ну просто переход уже теперь от целого к целому, так? От целого к целому, да. От целого к целому. Вы здесь знаете, в чем заковыка? Я тоже, как бы, чаще не понимаю, чем понимать. Почему конкретизация целого, в случае второго целого, ведет именно к переходу от целого к целому? Потому что в чем состоит конкретизация первого целого? То, что нужно проходить различные части внутри целого для того, чтобы их выявить в качестве именно частей, именно отдельных частей. Потому что сами по себе они отдельными не существуют. Это совершенно предпрозрачный рынок. А вот почему действительно конкретизация отношения двух частей требует перехода к трехчастному целому? Вот это вот, вот я сейчас опять не перестал понимать. Почему, собственно говоря, так происходит? Почему конкретизация отношения двух частей, уже ставших в качестве этих определенных и различных частей, требует перехода к трехчастному? Может, тебе не право. Может, тебе не право. Достаточно того зрения, которое я после этого беру. Есть и упадает участок месяца, которые конкретизируют за двух частом целом, а потом они живут за трех частом целом. А если не расширять, то вот и все. А! Да, да. А вот это было обсуждение, что каждый битвокон монетизируется. Можно снять все. А, тогда да. Тогда понятно. Это не наставит, вы как правило, как правило, как правило. Неперемый по продумав. Придумал, подводнул от себя то, что вы говорите. Ну, правда, это не важно, как правило не будет думать. Не надо этому говорить. Здесь мы имеем конкретизацию, это определение определения, но не сознаем это. Здесь мы имеем конкретизацию и сознаем это. Потому что мысль не перестает создавать себя, когда мысль начинает участие. Здесь мы имеем конкретизацию и сознаем ее. Но мы здесь имеем, если я закончу, на что попало последний наш семинар, здесь мы имеем не просто конкретизацию, мы имеем конкретизацию и конкретизацию. Переход, то есть, в двух нечетах, то есть, в двух нечетах, то есть, в частном целом, меняет, понятное дело, отношение этих двух частей. Появление четвертого, четвертого, меняет отношения между первым, вторым и третьим. Мы имеем первую конкретизацию, когда переходы между стоп нечетами монетизируются в отношения двух нечетов. И имеем монетизацию и конкретизацией, когда отношение трех нечетов меняет отношение первых двух нечетов. Это отношение монетизируются к этой отношении, а это отношение конкретизируются к этой отношению. Оно меняется. Получается определение, определение, определение. Но здесь конкретизация имеется, но не осознается. Здесь конкретизация имеется и осознается. Но здесь имеется еще конкретизация конкретизации, которая не осознается. Конкретизация осознается. А корректизация, которая происходит, совершенно очевидно, она не осознается. Дима представляет это осознание, на рефлексии представляется таким образом, что просто совершается переход от двух частного целого, от трёх частного целого, от четырёх частного целого. О частном, о частях, ну, для этого, что они разные, поэтому не у как-то могу ловить конкретизацию. Она есть, но она не улавливается, потому что к разному, кто вступает в отношения с разным, и никакой конкретизации не оказывается особой. Никакой конкретизации не оказывается особой. Знаете, только конкретизация. А чтобы осознать конкретизацию, нужно понять, что третья часть, ну, видимо, в трёх частном целом, появление третьей части относится не ко второму. Вторая относится к первой. Ну, третья относится не ко второму. От отношений к третьему и второму. А когда мы просто представляем дело так, что мы от двух частного целого перешли к трёх частному целому, это достаточно безответственно. К чему относится к третьему? Только второму, только отношению к третьему. Это непроятно. Поэтому не происходит осознание телевизорных 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 телевизорных. А если мы... То есть имеется и не сознаёмся. Следовательно, может быть осознанно. Поэтому третье целое. Тожествую. Три вида целого. Три вида целого. Не, ну так же есть четвёртым и пятым, я что-то не понимаю. Какая разница? Три, там, или больше? Ну так же и с другими частями, которые четырёх частными, пяти частными и так далее. Да. Третья не является здесь чем-то специфическим? Нет, просто появляется третья. Появляется третья не целого. Здесь антилизация происходящая не осознаётся. Здесь антилизация происходящая не осознаётся. Но здесь происходят ещё антилизация, которая не осознаётся. Это должно быть осознанно третьего целого. А, третий вид целого имеется в виду? Да, третий вид целого. Третья ступень. Если, кажется, не честно, то будет совсем. А мне кажется, ещё было бы важно такое целое, в котором соотносятся части разной природы. Ну, как в одно. А это всё равно важно будет, конечно. Да. Все взрываться. Нет. Нет, не птика, к которому надо пойти. Везде. Да. Да. Ещё раз. Чем, значит, в чём специфика третьего целого? Значит, это в том, что одна из частей относится к отношению двух людей. Да. Всего не явно на стороне. Что мы в этой книге? Да. Просто от двух частей. Там-то тоже, да. Да. Просто от двух частей переговоров. Позже переговоров. Побольше. А сознание конкретизации и конкретизации даёт нам понимание, что не переходя от двух к трёх частям целого, это третье, разное, относится не ко второму, как второе транспортированное, а то есть к отношению. А почему нельзя говорить о том, что они просто произвольно с друг другом соотносятся, раз они независимые части? На это сами безусловно. Я просто обращаю внимание, что реально отношение этих двух нечто агентизирует переход отношения ничтой нечто. А третье нечто конкретизирует уже не только, она безусловно агентизирует этот переход, она ещё конкретизирует и этот. Тремя нечто агентизирует отношения ничтой нечто, но кроме того, он агентизирует вот это уже прежде построенное отношение. Но это не осознающество. Этого вспоминания. Мы просто думаем, что а двух частных и двух частных. А что на самом деле здесь цветы, ещё и конкретизация и конкретизация, это мы не знаем. Но можем узнать, может и есть. Потому что цвет дополнения третьего цвета меняет отношение первых двух цветов, и по времени четвёртого цвета меняет отношение первых трёх цветов. это так. И когда мы это создаём, мы действительно переходим к определённому качеству. Потому что есть отношение двукратное нечто, и оно конкретизируется, и отношение, оно это отношение, конкретизируется третьим нечетом, и получают уже цвета, звуки. В остатке конкретизации и конкретизации мы получаем не просто нечто и нечто, а цвета, звуки, запахи и всё остальное. То же самое, кстати, что я нарисователь приходит с этим самым использованием. Видимо. Получается третье целое, где расстаётся, наконец, нечто и ничто, и переходим к чешениям и звукам, к черноте и цвету. Стоится в районе общей рубрики. Переход от черноты к цвету сохраняется, переход тоже сохраняется. Так, и эти конкретизируются, переходят от одного цвета к другому цвету, от более тёмного цвета к более светлому. Ну и вот, третье целое действительно завершает, как и ничто. при этом, когда переходят к тишину, когда отношение к тишину и звуку, даёт нам не звук, а отношение к звуку, то как звуки созносятся между собой? Они соотносятся не по параметрам, а как звуки. То есть, как громкость. Громкость анепараметных звуков – это синоним звука. Тишина. Отношение тишины и звуков, если что, это как. И который конкретизируется в двух звуках, то есть двух громкость. Отношение тишины и звука не даёт звука, а даёт отношение двух звуков, то есть двух громкость. Ещё раз, звуки созносятся не по параметрам, а как звуки. То есть цвета созносятся не по параметрам, а как цвета. То есть светлее звука – это, собственно, и есть сам цвет. Один цвет – другой цвет – это просто светлее, тем не. И тем параметрам. Ещё. Пока. Высота звука не может организировать переход отношения к тишине и звуков. Так же, как долгота звука не может быть известно. Конкретизируется отношение тишины и звука, конкретизируется в отношении двух громкостей. Которые соотносятся как к громкости. То есть звуки соотносятся как к звуке, цвета соотносятся как к цвета. Но ещё не по параметрам. Переход к параметрам, который будет, по сожалению, вам недолго записывать. Всё. Ты не только по параметрам, который будет уже четвёртым. Всё наоборот и дальше строгать. Всё это не будет. Оставьте просто на уровне зрения качеств. Определённых качеств. Определённые качества. Здесь мы получили качества. То есть появилось понятие «разные меры». Раньше в счёте там операции всё разного нет. Следующие там больше, меньше. Но разных не было. Разных – это совершенно другое. И так это появление качества. Но качества сначала появляются просто разные. Просто качества. Просто различные качества. Здесь эти качества стоят рядом. А здесь они уже получили определённые качества. Это цвета, звуки, звуки и что-нибудь ещё. Тут интересно, что пространственность как-то возникла имплицитно, незаметно. Ну, пространственные характеристики возникли как-то незаметно. Когда мы перебирали, когда, в принципе, переходили от одного к другому, то пространство здесь вроде бы было бы не нужно, поскольку вроде как бы мы двигались во времени. А вот когда возникло одновременное присутствие чего-то, то вот их рядоположность – это же пространственные характеристики. И она возникла, вдруг неожиданно возникла. И как-то имплицитно здесь постоянно присутствует. Что всё как-то в пространстве находится. Потому что эта вот характеристика рядом – это нечто новое. В отличие от того, что одно за другим. Как только появляется обоснованное рядом – это и есть пространство. Правильно. То есть это просто его объединить. Но мы его просто здесь вообще не обходим, разговор о пространстве. Как будто бы само собой разумеется, что есть такая вещь, как пространство, и что оно вот возникло как бы, да, неожиданно. И мы это его не обсуждали. Нет, конечно, нужно говорить и сказать, что рядом – это и есть пространство. То есть нет никакого априорного кустому пространству, а из-за его стоящего качества. Это на стадии просто простого различия. Нет, ну мы так долго-долго строили качество, на самом деле, а пространство и характеристика, казалось бы, тоже очень важны. Но это получить – это рядом. Как оно вообще возникло? Может, так? И в ходе от первого? Нет. Всё предшествующее построение – это, если угодно, подготовка к появлению пространства. Нет, правильно. Тогда мы, если обсуждаем качество, мы должны постоянно так же также и говорить о пространстве. Что возникло во втором уже, да? Возникло пространство. Если в первом у нас есть только характеристика времени, и мы перебираем часть некой последовательности во времени. Во втором возникает уже пространственная характеристика рядом. И мы перебираем часть уже в пространстве, как нечто рядом. То есть вот та ваша конкретизация, конкретизация, что это такое? Это на самом деле одна конкретизация во времени, вторая конкретизация в пространстве. Две конкретизации. Просто они различены по своей природе. Одна конкретизация последовательность, одна за другим. А другая конкретизация рядом. Рядом с одной стороны, рядом с другой стороны и так далее. Отсюда две конкретизации, как вот я вот, например, пытаюсь понять, о чем идет речь. Нет, здесь речь идет о другом. Это можно так назвать. Тут не надо взять монетизацию. Тут как монетизация качества времени. Потому что мы их перебираем. А здесь как монетизация качества... Пространства. Ну, по времени это не новое. Постоянно, да. Это наша стандартная вещь. Вот-вот уже как-то время. А тут еще нового момента. Это предпространство. Необходимый ход от времени и пространства. Некая посреди, от времени и пространства. А здесь у меня пространство вообще ничего говорить. Он наполняется и так появляется. Вот его появление, это же нечто такое, надо обсуждать, это же вещь такая существенно серьезная. Да, я согласен. Как оно возникло? Что-то вам предъявили меня как-то товарик речи, но... Вообще, это должно быть лучше, не знаю, как владение логической... Ну, владение логического здоровья. Я просто не готов. Вообще, так вот, чисто предварительно, мне кажется, что во всех взглядах на пространство, которое я могу не помнить, речь идет о том, что они либо вводятся одновременно, то есть нельзя ввести одно, не вводя другого, да, ни в каком логическом смысле. А... и вообще пространство, оно как бы в некотором смысле до времени рассматривается. Пусть даже это лишь в логическом смысле, оно до времени. А у вас не получилось ровно наоборот? Не, не, у Канта же время первичное. Нет, нет, время – это внутреннее чувство. У Канта первичное и время? Нет, нет. Время – это схема, да, как бы, всего. А оно первичное и пространство? Время – это рефлексия пространства, это внутреннее чувство, это сознание, пространство. Ну, вот, пока передаст карта, это совершенно железобидно. То есть, наоборот, пространство первичное, считаете? Конечно. А время же – это же схема, трансцендентальная схема же, и все это связывается по времени, и в том числе и пространство связывается во времени. Время – это не только схема, это еще и форма чувства. Это понятно. Но потом, как бы, когда он изучает время, да, он доходит до того, что время – это и есть трансцендентальная схема с любого связывания. Ну, вообще, я к чему это все сказал, что в этом грунте, кстати, удобно показать зримое различие с предшествующими точками зрения. Потому что, ну, вот, реально, я не помню, у кого бы так было, что время, в логическом смысле, задолго до появления пространства фигурировало. Ну, в самом деле. Ну, с Рима различия видно много разговаривали. Есть вот и есть вот вот. Другая, на самом начале. Ситуацию вот, Гегель исчерпал, там нечего подбирать. Лучше не сделаешь. А тут, с другого начала, действительно. Вот это пространство, как он указывает, вот дерево там. Идрево появляется сразу. То есть, оно как бы даже не обосновывается. Просто вот дерево там, или вот вчера. Но у него даже и нет разницы в данности пространства и временем. Да, он говорит вот, и потом разделяет его на пространство и время. Да. Как будто вытащили. Да, это то же самое будет теперь и потом. Да. Здесь и теперь. Здесь и теперь. Мы можем вот взять звуки, вот и восстановить. Понятно. Здесь и теперь. Вот и всё введение. Мне, кстати, кажется, у Шопингау во время первичное. Мир как воля. Воля разворачивается во времени, а потом в пространстве. То есть, первично во времени. Может быть. Может быть. Надо как-то пересмотреть. Ну. На уровне ввод, это вы видите, Олег Михайлович. А вот если выйти за пределы нашего кружка, то запалишься какому-нибудь человеку объяснять, в чем тут принципиальная разница. Ну, вот Володя может спросить, он первый раз понял что-нибудь. Не, ну начинать чуть-чуть не с конца. Не-не-не. Потихоньку, если ходить, можно разобраться. Да. Сейчас пачку ещё раз. Понятно. И с начала и с конца. Я же говорил, что я уже рассердился. Она врезала в семинар где-то там, ну, просто где открылась. Там же пронумеровано всё. Там же пронумеровано всё. Запись идёт с самого первого. Вот этот ноготь, скажем, виток. А с самого начала всё. Да-да. Опять в игруночку. Вот. И двинулись. Я же каждый раз нумерую. Я даже с сессии пишу. Так, сессия такого-то года. Сессия такого-то года. Что-то в этом. Она где-то открыла и... Нет, она не ругала ещё. Понятно. Что-то делает, сковыряет. Но саму-саму... Я не на то объясню, что она там хворила и ругала. А что просто открыла. То есть, посредине такая... Сколько-нибудь стоящую книжку, она тут посредине, представляет, как пир без ума хрупил. Делать всё. Ну, а она свои книжки так и пишет. Они с его умницы читают всё. И беспотели смысл. Тогда ладно. Перестану обижаться. Всё, начнём.